Впервые Ивана Шайдулина арестовали в июле 2015 года. Тогда он совершил кражу. В СИЗО ему неожиданно стало плохо. Сильно заболела голова, онемели конечности. Спустя несколько месяцев МРТ исследование выявило у мужчины опухоль головного мозга. Операция по частичному ее удалению помогла ненадолго. Сейчас злокачественное образование снова растет. Сейчас Иван Шайдулин получает лучевую терапию под руководством врача-онколога. Каждый день из колонии его везут на процедуру, а потом возвращают обратно. Адвокат заключенного пытается добиться его освобождения, ведь заболевание, по словам защитника, включено в перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. На сегодняшний день, несмотря на проведенное ему лечение, болезнь агрессивно воздействует на его организм и по-прежнему сохраняются осложнения. В связи с чем мы считаем, что дальнейшее отбывание Шайдулиным наказания в виде лишения свободы невозможно. Это просто противоречит принципу гуманизма, поскольку в условиях изоляции от общества адекватная медицинская помощь, соответствующая тяжести заболевания, ему оказано быть не может. Но сегодня Ингодинский районный суд принять решение по этому делу не смог из-за отсутствия медицинского заключения о состоянии здоровья заключенного. Заседание перенесено. ЗАПТВ продолжает следить за ситуацией. Полина Харченко, Валерий Широков, ЗАПТВ.